Шесть раз российские боевики нарушили режим тишины с начала дня. По позициям украинских военных били из минометов запрещенного калибра у «Золотого-4», открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Противотанковые ракетные комплексы оккупанты использовали у Николаевки и Песков неспокойно и в Марьинке. Там ближе к вечеру учащаются обстрелы. Подробнее расскажет корреспондент ЮИТВ Игорь Меделян. Он сейчас на передовой. Вот с такими звуками на передовой недалеко от оккупированного Донецка наступает обычно вечер. Боевые стрельбы сдают. Мы на полигонах, а они на нас отрабатывают. По информации военных, на позиции напротив только заехало новое подразделение противника – бригада боевиков «Призрак», знакомая им еще с 2014 года. Эти люди принимали непосредственное участие в штурме разных объектов и городов. Они натренированы. Выучка у них лучше, чем у обычных солдат. Они проходили в России переподготовку. Все накаляется. Обычно на этих позициях противник применяет автоматы и пулеметы. Но около недели назад на этом направлении бойцы заметили усиление работы вражеских снайперов. Спуску противникам не дают. Боевики замолкают на несколько минут. В это время армейцы дозаряжают оружие, что весьма кстати. С наступлением темноты ситуация особо не меняется. Перестрелки вспыхивают постоянно. Противник ведет огонь сразу с нескольких направлений. В позиционной войне свои правила. Во время ответного огня боевики пытаются вычислить огневые точки украинских военных. Поэтому бойцы постоянно меняют позиции для стрельбы. Во время очередного затишья мы выходим с позиций. В этот момент в тишине слышен щелчок. В ответ летит такая же граната. Стрельба стихает лишь к утру. С рассветом на фоне серой картины разбитых снарядами и брошенных людьми домов слышишь пение птиц и видишь алые пятна. Здесь расцвели красные маки. Символ жертв всех войн в мире. Игорь Меделян, Александр Чабан, Донецкая область, ЮЭй ТВ.